Соотнесение концепции реформы университета 19 веке и первой школы университета, собственно, Берлинского университета. Эта тема актуальна сегодня, наверное, в свете того, что в современном обществе актуальна тема кризиса университета и поиска новых моделей обоснования университета, соотнесение научной работы и задач, которые ставят общество, которые были ученые, концептуализация миссий ученого и так далее. В этой связи, я думаю, что концепция, идея, задач университетского образования, которые исполнили Гугольд и Хьюилл, интерес к этим идеям может быть до сих пор живым со стороны как философов, так и тех, кто предпринимает попытки реформировать университеты сегодня, особенно в России. Гугольдовский проект кажется мне более утопичной. Гугольдовская идея того, что собой должен представлять университет. В конце XVIII века немецкий университет столкнулся как минимум с двумя задачами, на которые указывают Гельмель Шельский, немецкий социолог. Первая проблема состояла в том, что университет погряз в цифровщине. Образование устарело, концепция, модель науки мыслилась еще по мотивам Аристотеля. Существовал радикальный разрыв между образованием и наукой. И главная мотивация студентов в образовании состояла в том, чтобы получить свободу, которую предоставляли университеты, воспользоваться теми благами, которые давали университет. Собственно, образовательная и научная мотивация входила на второй план. И в этой связи корпоративная свобода университетов не оставляла возможности для внутреннего реформирования. Поэтому необходимо было вмешательство государства в реформу немецких университетов. Второй вызов, с которым сталкивалось реформирование, заключался в том, что существовало в обществе лобби, которое боролось с упразднением университетов вообще из-за преобразования их в высшую школу, обучающую практическим навыкам. То есть речь шла не о развитии науки, не о развитии теоретического знания, а о сухоприкладной направленности университетского образования. В этой связи проект, который реализовал Гомольд, интересен нам тем, что это проект создания университета с нуля. И это его радикально отличает от проекта Хьюла, который реформировал уже готовый существующий университет, погрязший в кризисе. Мне кажется, что особенность идеи университета Гомольда связана именно с тем, что этот университет, создававшийся вновь, и, соответственно, некие требования, которые предъявлялись к университетскому образованию, были куда более идеалистичными, куда более перфекционистскими, чем это было, скажем, в проекте Хьюла. Гомольд и другие теоретики немецкого университета в начале 19 века никогда не требовали от государства как органа господства и начальства свободы университета в пользу, например, корпоративного самоуправления. Но они выступали против прагматических государственных требований, которые репрезентировали общественные интересы и были нацелены на получение полезной профессиональной подготовки. Свобода университета для Гомольда — это, в первую очередь, свобода от узкой профессиональной подготовки и формирования человека не как специалиста в какой-то узкой, сугубо прикладной сфере, и даже не как ученого, а как человека, способного к комплексному, систематичному, рациональному мышлению. То есть свобода для университета — это вовсе не свобода от государства, а это свобода внутренняя в отказе от обслуживания экономических интересов общества, от прагматической такой подъездки. Как отмечает Гельмут Шельский, социолог образования в том числе, Гумольд ставил цель основать свободно от всякой страховой принадлежности всеобщее научно-образовательное учреждение в столице, которое бы не имело ничего общего с обучением ради заработка. Шельский называет эту реформу государственно-идеалистической реформой, и в этом ее особенность. В целом, замысел, если мы его концептуализируем в терминах современной, скажем так, философии, то здесь подходит понятие из теории коммуникации, что это некое пространство, где создаются идеальные условия для коммуникации, свободной коммуникации студентов, ученых, преподавателей, коммуникации, которая не подчинена некому внешнему государственному заказу, вызову, государственному регламенту. И даже образование, непосредственно преподавание, семинары, лекции подходили на второй план, а приоритет отдавался свободному общению. В этой связи любопытно, что Хьюилловский проект реформы Кембриджского университета по своему замыслу, по своей идее, скажем так, радикально не принимал этой идеи того, что университет должен собой представлять пространство, где свободно коммуницируют все пребывающие в этом пространстве. Из этой коммуникации вырастает некоторое ценное знание. То есть из такого хаоса не может возникнуть некий порядок, некое упорядоченное знание. И Хьюилловская модель университета, она в этом смысле радикально отличается. Тут важно восстановить контекст для того, чтобы обосновать, почему Хьюилл предлагал другую модель реформирования Кембриджского университета. Сегодня довольно сложно поверить, что с 1-й, 3-й, 19-го века Кембридж и Оксфорд были далеко отсталыми университетами. Эти университеты были частью Американской церкви, их важной миссией считалась подготовка Клира. И развитие образовательных программ в университетах серьезно препятствовало отсутствие должного государственного внимания. В то время как во Франции и Германии представила Академия наук, в Германии, в Шотландии даже университеты становились центром научных исследований. Английская наука не имела систематической поддержки от государства. Тут весьма любопытное замечание Чарльза Бейбиджа в письме Лорду Соммерсету, которое комментирует деятельность Майкла Фарадея, самого известного ученого-экспериментатора того времени. Фарадея был счастливым обладателем одной из немногих научных позиций, будучи директором лаборатории при Королевском институте. Однако современники его рассматривали в случае скорее как исключение, отчасти из-за его финансовой несостоятельности. Бейбидж назвал его увлечение наукой романтическим, поскольку занятие наукой и пребывание в личном состоянии, иначе как романтические устремления, назвать нельзя. Для понимания меры инертности преподавания в английских университетах того времени можно упомянуть об одном непопытном факте. В Кембридже всегда с особым почтением относились к памяти Ньютона, как великого Кембриджского ученого. Это отношение выражалось в частности в том, что английские математики в начале XIX века продолжали использовать ньютонское дифференциальное исчисление, в то время как в континентальной Европе использовалась лейбисовская модель. И такая автономия, такая борьба за суеренитет национальной науки уменьшала научной коммуникации. Передовые работы Лагранжи и Лапласа, скажем так, были малоизвестны в Англии. И Хьюэлл, который занимался математикой и делал особый акцент именно в преподавании математики в университете, активно боролся за то, чтобы реформа образования начиналась именно с реформирования математики. При этом весьма характерно, что упор на математику в образовании для Хьюэлла имел философский предпосылок. Математика для него важна именно в связи с тем, как Хьюэлл понимает природу знания и как он понимает ту пропедевтику, которую университет должен дать для будущего ученого. Даже не только для ученого, а для рационального мыслящего человека вообще. Для Хьюэлла математика предпочтительна по сравнению с образованием философским, поскольку математика дает ясные доказательства и стабильную определенность. А именно ясные доказательства и стабильная определенность должны лежать в основании нашего знания. При этом существенно, что если, хотя Хьюэлл говорит о математике вообще, имеет он в виду именно Левклидову геометрию. Именно ее, по умолчанию, он берет за образец, за эталон математического знания. Хьюэлл приводил любопытную метафору, связанную с тем, как должно быть устроено мышление ученого. В геометрии мы рассуждаем об определенных предметах так, как эти предметы представлены в нашем уме. В аналитической математике, напротив, мы размышляем с помощью символов, которые выражают количественные отношения, а также с помощью общих правил упорядочивания этих символов. В первом случае мы двигаемся самостоятельно, будучи уверены в каждом шаге, выбирая нужное направление движения. Во втором же случае мы словно садимся в железнодорожный вагон на одной станции и переходим на него и на другой, не имея возможности хоть как-то повлиять на направление движения. Очевидно, что таким способом невозможно тренировать навыки управления поездом. Точно так же невозможно тренировать навыки мышления с помощью аналитических операций. То есть именно геометрия, геометрическое знание должно лежать в основе научного образования. Хьюэлл выдвигал две модели образования. Первая называлась им практической, той, которая ориентирована именно в основе которой лежит преподавание математики и древних языков. Вторая — это спекулятивная. Спекулятивная — это как раз-таки та модель, в основе которой лежит философия. Хьюэлл полагал, что философское знание — это знание, которое требует весьма уточенных интеллектуальных навыков. И эти навыки просто не могут быть обретены студентами. Это то знание, которое требует зрелости, ума. И весьма любопытная эта идея, защита практической модели образования по отношению к аналитической, имела у Хьюэлл довольно любопытное такое философское историческое обоснование. Вот цитата из хьюэллской работы о реформе английских университетов. Возникновение греческой цивилизации связано с открытием геометрии, точной научной формулировкой идеи пространства. А наибольший урон к древнегреческому образованию нанесли софисты. Закат Греции был предопределен тогда, когда суть образования свелась к слушанию и наставлению Хрисипа и Кранкера. Изучение философии, как нам известно, считалось наивысшим достоянием греческой и римской культур до тех пор, пока эти цивилизации окончательно не выиграли. Возможно, как говорит Хьюэлл, греки могли бы предвосхитить за тысячу лет многие открытия современной науки, а место Галилея, Кеплера или Ньютона принадлежало бы жителям Афин или Александрии, если бы они не перешли от математики к философии. Смертный приговор великим древним культурам подписали вовсе не варвары, а философы, которые решились заменить изящные платоновские геометрические модели на громоздкие конструкции кристаллических сперн. Хьюэловская концепция образования, на мой взгляд, если мы ее операционализируем, если мы воспринимем эту идею реформирования образования с точки зрения модели практического обучения, может иметь некоторое значение. Хьюэлл сам, как нам это известно, был примечателен тем, что он выступал в роли блистательного научного коммуникатора. Это тот человек, который общался с представителями самых различных дисциплин, помогая им находить общий язык. Хьюэлл, как известно, это тот философ, который изобрел слово ученый, санитист. Это он тот первый, кто исследовал это знание. И хотя Хьюэлл резко негативно относится к философии, как к спекулятивной модели образования, пятикует он философию преимущественно за то, что философское образование, как это было тогда и как это остается, наверное, не по сей день, в основном философское образование на непрофиле, скажем так, факультета, характеризуется тем, что студенты пассивно усваивают некий набор концепций, упорядоченный лишь кинологически, не имеющий никакого отношения для решения ими каких-то конкретных научных задач. Философия максимально оторвана от научной жизни тех студентов, которые ее изучают, если мы не говорим о философах. Соответственно, задача здесь заключается в том, могли бы ли мы преподавать, можно ли информировать образование таким образом, чтобы философия, в том числе, преподавалась в университетах, по практической модели, а не по модели спекулятивной. Если мы, я не знаю, насколько правомерно это заимствовали, но тем не менее, если мы пытаемся кислировать идеи, неким образом адаптировать под задачи современной реформы философского образования, то, возможно, одним из оптимальных способов реформирования будет то, если мы будем рассматривать преподавание философии на непрофильных факультетах в формате STS, Science and Technology Studies, где в рамках этой программы философ выступает в качестве коммуникатора, в качестве того, кто связывает, воедино объединяет ученых, представителей различных дисциплин и помогает им найти некий общий язык. Конечно, такой образ философа предоявляет колоссальные требования к его компетенции, не только философской, не только историко-философской, сколько, собственно, научной. То есть философ должен, опять, вот каким был философом был Хьюилл, таким же философом должен стать современный философ, который имеет знания, имеет представление о развитии научных дисциплин, находится в неком интеллектуальном авангарде и выступает в качестве посредника в коммуникации. Такая роль философа может быть актуальна в свете, например, развития междисциплинарного знания в современной науке. Одна из проблем в эпистемологии – это проблема того, каким образом обосновать эпистемический статус междисциплинарного знания. Существует ли вообще такой феномен, как междисциплинарное знание? И скепсис, который с этим связан, это как раз-таки скепсис в отношении того, что междисциплинарность, как правило, вырождается в экспансию одной дисциплины, в область другой дисциплины, и навязывание ей повестки, методологические программы, сферы исследований и так далее. Вот философ может, если мы вновь актуализируем этот образ Хьюэлла, выступать в качестве такого местоблюстителя, того, кто выстраивает некий, охраняет идею междисциплинарной коммуникации, вот этой экспансии, и организует рациональный диалог между представителями различных научных дисциплин. Таким образом, при всей условности, при всей, так сказать, может быть, даже некорректности использования неких философско-образовательных идей с 19 века в современном обществе, в 21 веке, при всей условности этих исторических аналогий, некоторые идеи могут быть вполне инструментализированы, операционализированы. Мне кажется, что вот идея Хьюэлла – это одна из таких работающих людей. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос. 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 Ну, чтобы докладчик не обиделся, можем сделать какие-нибудь комментарии. Докладчик не обиделся. Ну, у меня маленький комментарий. Мне кажется, вот эта идея очень интересная, но все-таки и в гумбольдтовском проекте реформирования университета предусматривалась роль философии в качестве такого коммуникатора. Да, потому что, скажем, у Шлейермахера есть целая глава о роли философского факультета. И там он пишет о том, что, ну ладно, философии, допустим, нет в академии, но она будет в университете представлять академию и тем самым, так говоря, современным языком, соединять фундаментальные исследования, как мы говорим сегодня, и те применения, если, так сказать, в образовании этих фундаментальных исследований, направленные на увлекание потребностей государства и так далее, все, на что работают университеты, школы. И в этом смысле вот эти три главные элемента, они центрируются, в определенном смысле, вокруг именно философского факультета и роли философии. Это продолжение, кстати, спора факультета Кампера. Саша, а что понималось под философским факультетом? Сум-то и дело, да. Да, это другой вопрос. Нет, это не другой вопрос, потому что я тогда не встряла. Сейчас есть Леша здесь. Но Шлеемакер однозначно говорит, что роль философии состоит именно в этом. Соединить три вот эти разные вещи. Это вот как бы развитие того самого герметического круга. Вот она представляет целое в ее части, так скажем, в университете. Философия представляет целое. То есть и академию, и фундаментальные исследования она в образовании представляет. Вот это была идея Шлеемакера. И роль, функция философского факультета в этом Шлеемакер. Прямо. Если уже сейчас об этом зашла речь, вот здесь Леша сейчас. Потому что вот вчера это прозвучало, то есть очень резало все это ухо. Ты у кого? Относительно того, что это самое, вот этот спор о факультетах Кантовских, спор о факультетах, что как бы вот Кант, он как раз-таки обсуждал вместо философии, но он не заострял эту проблему так. А вот пришел такой-сякой Фиште, который сказал, что в продолжении дискуссии спор о факультетах Фиште заявил, что существует только одна философия, один философ, и роль факультета философского состоит именно в том, чтобы вообще обособиться, отодвинуться ото всех и так далее. Но интерпретация спора о факультетах Канта была вообще не о Канте. Я не слышал ни о другом, просто философский факультет сегодня, но хорошо, и тоже двусмысленно, если ты начнешь переводить на какой-то язык, потому что философский семинар, как составная часть, может быть, там философского факультета, но во времена Канта ведь это не юристы, не медики, соответственно, то, что сегодня бы назвали каким-нибудь этим как раз студиум генераля или общегуманистическим, да, там философия играет какую-то ключевую роль в том плане, что ей отводится роль в поиске истины и всего остального, но нас подводит наше современное словопотребление, мы думаем, философский факультет, как факультет, где преподают именно философию, а это целая группа. Так в том-то и дело, спор о факультетах это вообще не о том, то есть не имеет никакого отношения к статусу философского факультета сегодня. Спор факультетов это одно. И Фиште вообще тоже не о том, когда он говорил об одном философии, философии, то есть Фиштефский проект никак не противоречил гумбольдскому проекту, абсолютно. Это не было вот этого вот противостояния, которое здесь было представлено, но это уже не о том. Ну, в моем случае идея в том, что все-таки это хьюэлловский идеал, он все-таки как-то соотносим и с гумбольдтянским, гумбольдтовским идеалом университета, в плане этой посреднической роли философии. Фил был сам посредником, но при этом критиковал философию. Это некий парадокс. Будучи философом, посредником. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.